В нижнем городе Тагиле, в квартире на улице Победы, опера местного 18-го ОПА, как бы случайно, как бы на ровном месте, как бы ничто не предвещало, накрыли небольшой арсенальчик оружия, в основном, правда, патронов, целую кучу наркоты и документы на несколько квартир, которые 52-летний хозяин всего этого добра, видимо, скупил на бабки, добытые наркоторговым путем. А началось разоблачение этого драгдилера с как бы случайности. Он устроил скандал с соседями. Был ли это пьяный дебош или что-то другое, не уточняется, но на вызов соседи прибыли полицейские и забрали Буяна в отдел. Там, при личном досмотре, у него на кармане отыскались пистолет, патроны и самодельный нож. Казалось бы, вполне достаточно, чтобы определить клиента на постой в неволю, но сыщики пошли к нему домой повторно, провели обыск и обнаружили более 100 патронов к тому самому пистолетику, также патроны для ПМа, калаша и охотничьего ружья, учебную гранату РГД, но что для владельца боеприпасов значительно хуже, несколько свертков с расфасованной наркосинтетикой общей массой около 700 граммов, что для синтетики особо крупный размер, предполагающий посадку вплоть до пожизненного заточения. А вот не скандалил бы с соседями, гулял бы на свободе, но, думается, по всем вышеописанным фактам, вдумчивый зритель уже сумел представить себе образ этого 52-летнего тагильского вооруженного наркобарыги с учебной гранатой. Потому, думается, никого не удивит тот факт, что арестованный наотрез отказался от дачи показаний и от сотрудничества со следствием. Не, ну так-то у него в собственности несколько квартир, можно их продать и нанять хорошего, дорогого адвоката. Но при таких раскладах поможет ли?